Добрый вечер! С вами Марина Романюк. Итоги недели подведем в ближайшие полчаса. Смотрите выпуски. Скандальное собрание в одном из домов Рязани за право управления скрестнулись две организации. По зову сердца, жены рязанских офицеров поддержали армию России через объективный фотокометр. Строительство новых школ, выплаты преподавателям и индексация платы за детский сад, а также другие вопросы поднимались в прямом эфире с министром образования и молодежной политики Рязанской области Ольгой Щетинкиной. И хотя эфир продлился всего 40 минут, острые темы обсудить все же успели. Строительство школ и ввод их в эксплуатацию. Это первый вопрос, который прозвучал на прямой линии с министром образования и молодежной политики региона. Ольга Щетинкина ответила, что процесс идет. Так в этом году закончится строительство школы в Кальном. В 23-м она уже примет первых учеников. Должно пройти время на оформление разрешительной документации. В том же 23-м начнется строительство сразу трех школ. Две в городе, в микрорайонах Олимпийский и Семчино и одна в Касимове. Все те микрорайоны, где требуется строительство школ, они учтены. Под строительство школы предусмотрены земельные участки, что тоже является важным элементом. Что тоже очень сложно. Да, и сложно в условиях застройки города решить. Но на сегодняшний день этот вопрос решается. Значит, и работа с федеральными органами ведется постоянно. Причем мы используем как программу Министерства происхождения, так и, например, возможности Министерства строительства Российской Федерации. От темы школ перешли к теме школьных автобусов. Тут тоже есть хорошие новости, говорит Ольга Щетинкина. До конца 2022 года все муниципалитеты получат новые автобусы. В город 55 единиц уже поступили. Как все необходимые документы оформят, транспорт придадут в муниципалитеты. Они заменят старые или пойдут на новые маршруты. Сейчас, кстати, этих самых маршрутов в районе 400. От вопроса школ к детским садам. Самый острый из всех – это индексация платы. В 2023 году она выросла на 5,5%. Чиновница ответила, что произошло это из-за инфляции. Прошла она по ряду направлений, включая и родительскую плату. В настоящее время готовятся документы, которые предусматривают повышение размера родительской платы, с которой осуществляется компенсация родителям за детский сад. При этом у нас компенсация для родителей, у которых один ребенок посещает детский сад, составляет 20%. Если два ребенка посещают детский сад – 50%. И если три ребенка, то 70%. Поэтому стараемся удерживать баланс между этими двумя направлениями. В следующем, в 2023 году ведут в строй пять детских садов. Два из них в Рязани и по одному в Захаровском, Рыбновском и Рязанском районах. В прямом эфире обсудили и педагогов. 2023 год объявлен годом педагога и наставника. На сегодня прорабатывается ряд направлений по поддержке учителей. Например, увеличат единовременную выплату молодым специалистам. Теперь это 20 тысяч рублей. Ее получат те, кто пришел на работу с сентября текущего года. Обсудили и меры поддержки семьям мобилизованных. Так, сейчас во всех муниципалитетах области обеспечено бесплатное двухразовое питание детям. Также семьи освобождены от родительской платы в 27 муниципалитетах. Еще в одном плата снижена вдвое. В учреждениях среднего профессионального образования дети из семьи мобилизованных за общежитие платить не будут. За обучение меньше в разы. И все это только часть вопросов, которые успели обсудить во время прямого эфира с министром образования и молодежной политикой Рязанской области Ольгой Чичинкиной. Чиновница пообещала, что все вопросы, которые в эфире так и не прозвучали, без ответа все равно не останутся. Одно из важнейших направлений деятельности Следственного комитета – это работа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Те уголовные дела, следствие по которым было приостановлено в связи с тем, что виновника так и не нашли. Работа по ним, однако, не закончена. Злоумышленников находят даже спустя 18 лет. Рязань, 2005 год. 18-летняя девушка возвращалась домой под утро. Вскоре заметила, что за ней следует мужчина. Тот даже попытался заговорить, но тщетно. Девушка ускорила шаг и попыталась оторваться, но ничего не вышло. Почти у самого дома незнакомец зажал девушке рот рукой и втолкнул в подъезд. Там, угрожая убийством и избивая, он ее и снасиловал, и совершил иные насильственные действия сексуального характера. По горячим следам злоумышленника так и не нашли, хотя проработали большой круг лиц, судимых за аналогичные преступления. Работа по делу не прекращалась и новые методики позволили установить личность таинственного незнакомца. Были назначены дополнительные генетические судебные экспертизы, по результатам которых были выделены биологические следы преступника. В дальнейшем, в ходе проверки по базам данных этого биологического материала, генотип в том числе, было установлено совпадение одним из лиц, который стоял на учете. Им оказался житель Рыбновского района 1967 года рождения. Ранее он неоднократно привлекался за подобные преступления. Примечательно, что когда мужчину отыскали, он уже находился в местах не столь отдаленных. И хоть в преступлении он не сознался, его по старой фотографии в паспорте опознала пострадавшая. А новый анализ слюны тоже совпал с образцами дела. Сейчас мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями сразу двух статей 131 и 132. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде по существу. По схожей схеме действовали и при расследовании другого уголовного дела. Произошло оно в 2003. Тогда двое неизвестных изнасиловали двух 18-летних резанок в одном из парков. С учетом новых методик исследования были выделены генотипы предполагаемых преступников. При проверке базы данных было установлено, что фактически, опять же таки, данные лица также были судимы, состояли на учете в базах данных. И, соответственно, в последующем, при их отработке следственным путем, было установлено, что действительно они совершили данное преступление. В ближайшее время уголовное дело планируется направить в суд для рассмотрения по существу. Всего за 10 месяцев этого года окончено 40 уголовных дел о 51 преступлении за период с 1983 года по 2014. Включаем 9 убийств, 7 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 12 изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера. Такой показатель оконченных уголовных дел – один из лучших в Центральном федеральном округе. МВД отметило юбилей на этой неделе. 10 ноября 1917 года было подписано постановление о создании рабочей милиции. И уже 105 лет. Дата эта считается праздничной. До 2011-го это был день милиции, теперь день сотрудника органов внутренних дел. Как праздник отметили в Рязани в нашем следующем материале. Возложение цветов к мемориалу – это уже добрая традиция, сложившаяся на протяжении многих лет. На камне высечены фамилии полицейских погибших при выполнении служебных обязанностей и на фронтах Великой Отечественной войны. День сотрудника органов внутренних дел всегда начинается с дань уважения подвигом своих коллег. Цветы к мемориалу возложили начальнику МВД России по Рязанской области, его заместители, начальник следственного управления и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области. Присвоены очередные специальные звания. Полковник полиции, подполковнику полиции Алешину Константину Петровичу, начальнику отдела организации дознания управления. Очередные воинские звания, награды и благодарственные письма – такая добрая традиция в этот праздник. Награду получили как действующие сотрудники полиции, так и ветерану ВД. Сохраняя традиции, они часто встречаются с сотрудниками и передают свой опыт. Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности, гарантия безопасности и покоя жителей Рязанской области. В борьбе с преступностью, на страже чести и достоинства проявляются ваши лучшие качества – силы и доброта, мужество и самопожертвования. Каждый из вас вносит неоценимый вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности. История МВД насчитывает больше 400 лет, начиная еще с царской России, когда в 16 веке на Руси появились так называемые губные старосты, по сути предшественники современных участковых. Спустя век указом Петра Первого появилась структура по охране общественного порядка, а в 1802 после манифеста Александра Первого появились органы внутренних дел. Сейчас в задачи полиции входит охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений и розыск совершивших их людей, борьба с терроризмом, экстремизмом и распространением наркотиков, контроль за оборотом оружия, а также обеспечение безопасности дорожного движения. Помощь полиции оказалась бы кстати жильцам дома номер 15, дробь 2 на Касимовском шоссе. Как считают местные активисты, форму управления многоэтажкой пытаются сменить через рейдерский захват. Дескать, представители управляющей компании подделали подписи жильцов и провели незаконное собрание. В ситуации пробовала разобраться и наша съемочная группа. Квартира 21, Мирил, Ольга Николаевна. К сожалению, вот она сейчас на работе, вот присутствует ее мама. Точно так же ее подпись была подделана и она сообщила, никогда не участвовала, не подписывала, ничего. И таких поддельных подписей большинство, говорит Максим Мех, он председатель ТСЖ. Голосование о смене способа управления дома прошло без его ведома. Мол, собрались активисты, которые против ТСЖ и с легкой руки подмахнули за большинство. Подписались даже за солдата, который сейчас в зоне СВО, говорят жильцы. И с 1 ноября способ управления многоквартирным жилым домом изменился. Вопреки, мол, мнению людей. Нам нужен тот председатель, которого мы видим, если у нас есть какая-то проблема, не знаю, прорвало трубу, или пахнет газом, или еще что-то. Мы ему звоним, он приходит в течение 50 минут. То есть вот у меня Максим Русланович у нас управляет, у нас не было с ним проблем. Дом 15, корпус 2 по улице Касимовское шоссе 2009 года постройки. Все это время он управлялся через ТСЖ. Теперь с 1 ноября 2022 года ситуация изменилась. Официально. Формально дом остается под руководством ТСЖ. И сейчас управляющая компания «Рязань Комфорт Сервис» начинает дом благоустраивать. Жильцы говорят, что делают они это, что называется, для картинки. Косят траву в ноябре, например. А в подъезды пытаются проникнуть с помощью болгарки, ибо жильцы не пускают. Жильцам, естественно, такая ситуация не по нраву. Когда узнали о подделке, в жилищную инспекцию обратилось большое количество людей. Вот я говорил про 44 человек. Значит, один человек обратился непосредственно через сайт госуслуги, а 43 обратились с помощью коллективных заявлений. И все жители как один говорят, что мы не принимали участие в голосовании. Мы не подписывали вот этих бланков, которые были приобщены к протоколу общего собрания. Говорить о том, что абсолютно все жители дома за ТСЖ тоже нельзя. Однако жители говорят, что это все равно не то количество, которое нужно для смены формы управления. Жители уже написали и в госжилинспекцию, и к губернатору. Пока ответы их не радуют. ГЖИ смену власти признал законной. У нас есть единственный орган, который имеет право говорить о том, кто управляет домом. Это государственная жилищная инспекция в ЗСК, которая принимает данные решения. На сегодняшний день есть приказ жизни инспекции. Это номер 430, он 19 октября 2022 года. Приступить к полномочиям с 1 ноября управлением данным МКД. Жители дома, буквально вчера, как мы встречались, было собрание у нас. То есть недовольные жители в основном это те, это члены правления ТСЖ и председатель ТСЖ. Пока что это только начало огромного сражения, где свою правду каждый из сторон обещает подкрепить документально. А в настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Подделка документов». Наша съемочная группа направит запрос в госжилинспекцию за комментарием. Мы будем следить за развитием событий. Фотопроект Джона Героев зародился в Самаре. Организаторы даже подарили альбом с портретами тех, чьи супруги сейчас на передовой, президенту страны Владимиру Путину. Фотографы из Рязани решили эту идею подхватить. Как реализовали проект в столице ВДВ смотрите далее. Три года назад Екатерина согласилась быть супругой военного. Тогда еще и мысли о том, что придется расстаться надолго, не могло возникать. Мы со всем справимся. Когда-то это все закончится, и он вернется к нам обратно домой. Мы все равно знали, что у них свои собственные риски, своя работа, которую они сейчас выполняют по максимуму. В это непростое тревожное время, когда у мужчин снова актуальна профессия родину, защищать дома тоже волнительно. Их ждут семьи. И сложно себе представить, какие чувства переполняют матерей, сестер, жен. Мало кто говорит о женщинах, которые остались в тылу и ждут своих мужей, отцов. У них такая же тяжелая ноша, как и у их любимых. Девчонки очень интересные, красивые, как вы уже посмотрели на фотографиях. У них у всех горящие глаза, у них у всех есть внутренний мир, душа. И вот это очень легко было передать с помощью таких крупных интересных портретов. Екатерина не видела своего мужа, военного фельдшера, с февраля, с самого начала СВО. И участие в этом проекте не просто фотосессия и для нее, и для него. Я сначала посоветовалась с мужем, он очень обрадовался, что я буду там участвовать, потому что, во-первых, получится очень красивая фотография, которая останется нам на память об этом, обо всем. А так он очень гордится, что его здесь ждут. Для самих женщин эта фотосессия и возможность переключиться от тревожных мыслей и своеобразный лучик надежды. На то, что скоро эти фотографии вместе с мужьями они будут рассматривать за семейным ужином. Быть женой военного не просто, конечно, и в спокойное время, но каждая знала, на что идет. Это гражданский подвиг. На самом деле, к этому нельзя подготовиться, и никогда тебе никто не объяснит, каково это жить с военнослужащим, с офицером. Чем больше ты с ним и дольше живешь, тем это сложнее и тяжелее с каждым годом. Но на гражданскую жизнь я бы никогда это не применяла. Потому что наши мужья, дети, отцы, все те, кто находятся сейчас в зоне СВО, это настоящие герои. Абсолютно все. От рядового до генерала – это люди, которые не испугались, которые взяли ответственность за себя, за всю страну. И что мы можем бояться, если у нас такие мужья, которые не испугались пойти защищать свою страну. Идея создать галерею портретов жен военнослужащих возникла у известного рязанского фотографа Анжелы Денисовой. Услышав по телевизору новость о том, что самарский губернатор дарит Владимиру Путину альбом с фотографиями офицерских жен, она загорелась идеей. Оказалось, что эту идею многие города подхватили. Уже идет такой вот флешмоб по всем городам, по всем регионам. Ну я подумала, почему Рязань хуже, да? Рязань – это вообще столица ВДВ. Вот, сразу же моментально пост разместила, вот, и пошли от отклики, заявки на съемку. Идут все, не модели, так скажем, просто обычные женщины. Просто надо в каждой найти красоту, вот и все. А они все красивы на самом деле. Поддержали идею стилисты и другие фотографы из Рязани. Анна Козлова, Мария Ермакова, Ольга Акиншина, Елена Пахомова, Ангелина Косова и Анна Шилова. Все абсолютно безвозмездно. По зову сердца. Это мой первый опыт в таких крупных проектах. Но, безусловно, он важен. Важен лично для меня. Я это сделала по зову сердца. То есть, я так решила, что так правильно. Я когда вижу таких девушек, женщин, И я не удивляюсь этому, потому что, наверное, наши русские женщины, тем более же он офицер, они такие, как Некрасов, да, у нас писал. Коня на скако становят, горячий язык будет. Это вот про нас, про всех. 25 ноября в библиотеке Горького состоится выставка портретов, которые получились в рамках фотопроекта. Одухотворенные, прекрасные лица, сильных, любящих женщин. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Взрослым тоже нужна сказка. Порой больше, чем детям. Восьмой областной театральный фестиваль «Зеркало сцены» состоялся в Рязани. А наша телекомпания оказалась на церемонии награждения. В течение всей прошедшей недели театры Рязани не просто так показывали спектакли. Каждый выставил по две лучших постановки сезона на сутком петентного жюри. Это была зачетная неделя областного фестиваля «Зеркало сцены». Театр не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло, как говорил Маяковский. Но в этом зеркале отражается и город, и его культура, и его возвышенные мечтания. Но все отражается, как сказать, в этом театральном зеркале. Сегодняшняя жизнь, сегодняшние проблемы, радости, горести. Организованный Рязанским отделением Союза театральных деятелей, впервые в 2016 году фестиваль сегодня значимое событие для культурной жизни города. Теперь он проходит при поддержке Минкульта, а в составе жюри авторитетные критики и исследователи театра страны. Вроде бы как это уже стало хорошей, доброй традицией, к которой все привыкли, но каждая церемония, она все равно для нас как новый шаг, новый шаг вперед. И после вот таких сложных событий, которые происходили во всем мире, когда это все отражалось, конечно же, на театральном искусстве, период пандемии, полупустые залы, либо вообще на 30% заполненные. Вот, и теперь мы все просто счастливы тому, что эти ограничения сняты, и наши залы в Рязанских театрах снова полны. Мы видим аншлаги, мы видим большой интерес к театральному искусству молодежи. Действительно, театральная жизнь в нашем городе просто на зависть многим. Четыре театра с разнообразным репертуаром и творческими амбициями. И вот они все вместе на очередной церемонии. Конечно, волнуемся. Всегда волнуетели церковные сцены, это всегда волнительно для нас. И для артистов, и для меня, как директора театра. Какие спектакли, кто будет награжден. Ой, переживаем. Особенность фестиваля в этом году – ни одного детского спектакля в конкурсе. Но взрослые тоже нуждаются в сказке и волшебстве, порой даже больше, чем дети. Тема праздничного вечера выбрана не случайно. Погрузить зрителей и участников в мир русской народной сказки. Помогали ансамбль народных инструментов, танцевальные номера и искрометный юмор ведущих – Эдуарда Радзюкевича и Галины Даниловой. В некотором царстве, в театре-государстве, повелось раз в год свои лучшие спектакли отдавать критику. На растерзание. Ну что ж ты, прирожадный ты такой. На обсуждение. Номинаций было много, награжденных тоже. Каждый из конкурсных спектаклей заслуживал внимания. И свой зритель есть у всех театров. Дело вкуса и предпочтений. Практически все конкурсные спектакли я посмотрела. Их всего восемь. Но я, как музыкант по образованию, очень люблю музыкальные спектакли. Поэтому мои пристрастия и моя любовь – это Боедера. Но задача жюри – объективно оценить номинантов и беспристрастно выбрать лучших. Так, что даже для звездного состава судей, которые оценивают по нескольку сотен спектаклей в год, не так просто. Больше всего наград досталось спектаклю «Синяя борода». В номинациях «Лучший хореограф», «Лучший композитор», «Лучший художник по костюмам» и «Художник по свету», «Ансамбль спектакля», а также в главной номинации «Вечера» «Лучший спектакль». Как вы уже знаете, я не Артем Кручинский. Ну вот я знаю, что Артем... Артем обязательно бы сказал спасибо своим мальчишкам, музыкантам, Максиму, Леше и Жене огромное за то, что они делают. Это живая музыка. Они не просто музыкальное оформление спектакля, а артисты. Спецпремию жюри получила и сама Анна Конан, режиссер спектакля, много раз выходившая в этот вечер на сцену, забирать статуэтки для участников своей команды. Спектакль уже знаменит в театральных кругах и популярен у зрителей. К тому же он будет претендовать на Всероссийскую премию «Золотая маска». Немало наград отправилось и в команду спектакля «Иванов» в театр драмы. Дмитрий Акриш получил статуэтку за лучшую режиссуру, исполнитель главной роли Валерий Рыжков, награду за лучшую мужскую роль. И если вы еще не видели шедевров, которые показывают на сцене театров в родном городе, поспешите. А зеркало сцены в очередной раз отобразив волшебный мир театра, напоминает о том, что сказке есть место во взрослой жизни. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В мире продаж стартовала «Черная пятница», когда всех покупателей ждут суперскидки. Сеть магазинов «Панда Оптика», к слову, самая популярная сеть «Оптик» в Рязани, тоже объявляет о своем дисконте. 90% скидки на право с 15 по 30 ноября. Да, есть и другие сюрпризы. Мировые бренды по фантастическим ценам. С 15 по 30 ноября. Во всей сети магазинов «Панда Оптика» 90% скидки на право. Но и это еще не все. По статистике, у каждого второго жителя нашей страны есть какие-либо нарушения по зрению. Но не все об этом знают. Так вот, в «Панда Оптика» этот пробел устраняют. Каждому посетителю проводят бесплатную диагностику. Здравствуйте. Как вас зовут? Далина. Очень приятно. Оксана Александровна. Очень приятно. У меня жалоба. Какие вы жалобы? Зарей. Плохо вижу в Дали. Вы пользуетесь Америка? Да, пользуюсь. Но в последнем время стало изменить его человека. Диагностика – это не просто подбородиоптрии. Здесь фиксируют само строение глаза. Поэтому находят нужные линзы. Показало то, что зрение мое ухудшилось. Мне подобрали здесь в оптике линзы, очки. Очки с линзами с утончением. Все очень понравилось. Панда Оптика – самая большая сеть оптик в Рязани. Ко всем клиентам здесь относятся с большим вниманием, создавая атмосферу комфорта. Кстати, рязанцы это ценят. Бесплатная диагностика зрения – уже визитная карточка сети Панда Оптика – своеобразная социальная миссия. Здесь прекрасно понимают всю важность своевременного выявления изменений. Поэтому категорически против ношения, что называется, готовых очков. У нас бесплатная проверка зрения с 18 лет. И самая выгодная цена на заказные очки. В магазине Панда Оптика зафиксировали низкую цену на заказ очков от 1170 рублей, чтобы здоровье глаз было доступно каждому. Во всех салонах сети Панда Оптика новое оборудование и профессиональные оптометристы. И, кстати, на прием можно записаться и предварительно. По телефону 8 800 35 00 83. Звонок бесплатный. На этом у меня все. Хороших выходных. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова